Девы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конце расклада я возьму карту совета. Может быть какие-то предупреждения, остережения, может какие-то советы для вас. Давайте возьмем первая карта в начале месяца для вас. Это карта, знаете, девятка Пентакли показывает, что у вас вот в начале месяца не будет никакое желание. Кто-то, если сказать, те, которые как-то закончили отношения, будет в ожидании, что человек напишет, или что-то вы будете ждать, что кто-то даст о себе знать. Но посмотрите, эта карта говорит о том, что вы, если хотите уйти от такой состояния, от каких-то разочарований, пустота, депрессивных состояний, то вы должны какие-то действия, какие-то шаги уже выйти из этого состояния. Вас никто не будет, знаете, вывести из такой состояния, пока сами не будете бороться. Здесь как-то, знаете, работать над собой это самое главное. Пока сам не вытащишься из какой-то ситуации, тебе никто не поможет. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта это четверка мечей. Хочу сказать, вот эта карта, вот у меня почему-то показывает двойная ситуация, да. Здесь может быть люди, женщины, мужчины, которые сами не справляются и нуждаются в чистку, да. Это карта очищения, да, освобождения, исцеления, да. А если сказать не по моей работе в магической, вот именно какие-то чистки, то здесь я хочу сказать, что у вас, ну как-то, вот именно нуждаетесь как-то в исцелении, да. Может где-то поехать отдохнуть, может кто-то почитать какую-то книжку, может какой-то мой, может кто-то йогой заниматься, для того, чтобы вы вышли из этой состояния. Здесь просто вы должны себе как-то помочь в начале августа. Для некоторых хочу сказать, обращайте внимание по здоровью. Здесь могут быть проблемы, да, со спиной, да, здесь нужно обращать на это внимание. Давайте посмотрим следующая карта у нас. Это карта туз мечей. Мои дорогие, я буду еще раз повторять, да, для некоторых здесь требуется обязательно обрубка. Обязательно нужна чистка, обрубка, усиление и защита, для того, чтобы вы вышли из этой состояния, в котором вы находитесь. Для тех, которые не будут касаться, да, вот именно вот нашей вот чисткой и обрубкой, здесь, может быть, высшая сила дает возможности пока, чтобы вы понимали, вы хозяина, вы хотите быть счастливы, вы будете бороться за свою жизнь. Да, вот это состояние, вот это время, начало августа, высшая сила дает вам возможности, чтобы вы исцелились, чтобы вы дали себе возможности какой-то отдых, может, даже нуждаете в этот отдых. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта на середине месяца. Это рыцарь-кубка. Рыцарь-кубка вот уже в середине месяца у вас идет, знаете, как налаживание. Знаете, вот вам нужно сдать возможности, то, что касается в отношении, работы, финансы, даже одинокие мужчины и женщины, да, вы должны плыть, как рыба в воде, вы должны идти по течению, да, вы должны дать себе, может, наполнять себя новой энергией, может, кому-то что-то поможет куда-то, какой-то отдых, куда-то поехать. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это семерка мечей. А почему у вас происходит такое? Вот почему это состояние у вас происходит в начале и может быть даже сейчас на сегодняшний день? Я бы сказала, даже 4 месяца вот то, что с вами происходит, у вас уходит очень много сил, энергии, ваша воля, да, вот что-то у вас нету желания, нету здоровья, нету ничего, да, вот как апатичное, депрессивное, пустотное состояние у вас происходит. Потому что здесь есть люди, которые как крадут вашу энергию, да, здесь есть люди, да, как энергетические вампиры, которые ваши хорошие, все забирают. Здесь нужно просто, я бы хотела вам сказать такое, обращайте внимание, с кем вы разговариваете, кому что-то рассказываете. Потому что здесь нужно как-то освобождение от таких людей. Может даже обрубку, да, может как-то брать какую-то паузу, может какое-то время, чтобы вы понимали, что это не те люди, которые вы должны по одной дороге, да, в отношении, да, или может это не та работа, которую вы думаете, что должна ее сохранить, а может что-то начать новое и делать какие-то действия. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта, смотрите, это у нас семерка кубков. Почему-то показывать иллюзии, фантазии, мечты. Я хочу такое сказать, если такое выходит, обязательно те, которые чувствуют, что что-то с ними происходит, что что-то не понимают, почему у них нет желания, ничего, да, что-то головные боли, что-то кто-то может, что-то тянет к выпивке, то здесь могут быть какие-то магические воздействия, здесь могут быть закрытия, да, какие-то вот ситуации, для того, чтобы вы не понимали, что с вами происходит. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта в конец месяца, что у вас показывает. Это шестерка кубков. Шестерка кубков, если это сказать, то будет у вас такое, ну, воспоминание, ностальгия о прошлое, да, может даже вот будете такое состояние, когда вы не, вот если сказать про мужчины, когда может какая-то вот, или будете что-то курить, или выпивать, у вас как будто нетрезвая голова будет, и у вас будет вот это именно воспоминание. Здесь, знаете, вот постарайтесь, вот, если вы хотите освобождаться от прошлого, начинайте, да, что-то работать, да, дать себе новые какие-то возможности, энергии, может, как я сказала, и чистки, и защиты здесь, может, вот, есть люди, которые нуждаются. Давайте посмотрим следующая карта, дьявол. Карта дьявола, это карта искушения, карта зависимых, карта обмана, хитрости, уход энергии. Здесь могут, мои дорогие все карты, вот три у меня идет, исцеления, да, уходят и силы, и дьявол. Могут быть какие-то магические воздействия. Поэтому обращаем внимание, если нуждаетесь в помощи, да, здесь все-таки стоит, да, посмотреть, да, вашу ситуацию. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, и что вам высшие силы вам советует. Королева Жезлов, быть благородна к себе, да, и понимать, и исцелить себя, и не прощать очень много людям из прошлого. Даже это могут быть близкие, это могут быть знакомые, друзья, даже человек, которым вы живете. Здесь, мои дорогие, конечно, общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.